Антон Герашенко к нам сейчас подключается, советник главы МВД Украины. Антон, здравствуйте. Антон Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. У нас, в общем, главный вопрос. Мы только что с Иваном обсуждали референдум и в целом пришли к общему мнению, что никакого особого влияния они не окажут, ну, разве что с той точки зрения, что их, естественно, никто признавать не будет. Но сам факт, что Путин о них говорит, наверное, говорит о том, что он идет на эскалацию некоторую. Вот на ваш взгляд, для чего Путин эти самые референдумы сейчас провел? Ну, тут все очень просто. Это решение шло в комплекте с решением про могилизацию россиян. Потому что для того, чтобы призывать насильно мужчин воевать за его бредни, надо было придумать хоть какое-то обоснование. Если бы не было бы этих референдумов и будущего решения про аннексию данных территорий, то было бы сложно объяснить, почему мужчины из Бурятии, Урала, Дагестана, Москвы, Питера должны умирать на Украине. Так они будут продавать идею, что вы умираете, типа, за родину, за российскую землю. Ну, смотрите, эта вся история очень быстро развеется. Она уже начала развеиваться, еще не начавшись. И показала история, что на самом деле никакой поддержки Путина, его войны нет. Люди не хотят мобилизовываться, они стали ненавидеть Путина. Те, кто раньше его ценили, уважали, вдруг поняли, что его режим стоит на ватных ногах. В Дагестане народ восстает, в других регионах бьют, убивают военкомов. Поэтому этот процесс только начался. Но это же только начало. Теперь, когда эти мобилизованные, без должной подготовки, без хорошего оружия, с ржавыми автоматами, с рваными берцами, придут в Украину, то им предстоит сидеть в холодных окопах. И никто их не согреет. По ним будет бить наша артиллерия. По ним будут бить наши ударные дроны, хаймарсы. Поэтому дальше это будет просто мясо. Я прогнозирую, в течение ближайших 3-4 месяцев 100 тысяч погибших россиян. И дальше пусть российский народ решает. Хотят терпеть этого пришивого карлика, военного преступника, или восставайте, свергайте его, как свергнули ливийцы, Каддафи, египтяне Мубарака, румыны в свое время свергли Чаушеску, поэтому обязательно я в это верю, что этот ублюдок в своей смерти не умрет. Но в данном случае важна роль российского народа. Антон, у меня такой вопрос. Вы сказали, что это все-таки вот эти референдумы, чтобы люди умирали за якобы свои территории. Но мы видим, что Кремль даже не пытается создать какую-то адекватную, внятную картинку этих референдумов. Там просто голосование на пеньках, на собачьей будке, как мы только что увидели. Вам не кажется, что для Кремля эти референдумы, это скорее попытка не россиянам показать победу, а скорее именно угроза в адрес украинцев? Смотрите, очень известный факт, что наши вооруженные силы продолжат свое наступление, независимо от того, будет ли они называть Путин эти территории российскими, или не будет, нам все равно. Это наша территория, и поэтому мы будем брать и идти вперед. Антон, тогда, исходя из этого, хочу еще вопрос задать, который многих тревожит, журналисты, постоянно политологи его обсуждают. Главное опасение — это ядерный удар возможный. Как вы такую перспективу оцениваете? Понимаете ли, возможно ли это? Кстати, ничего исключать нельзя, но я думаю, что это будет последнее решение, которое примет Путин. Потому что если будет нанесен ядерный удар тактический, например, по нашим вооруженным силам в каком-то регионе, то это будет конец истории для Путина и для России. Это означает полную торговую блокаду. Никакой торговли, никаких банков, никаких свистов не будет, потому что сейчас санкции еще не являются настолько жесткими, как, например, по отношению к Северной Корее. Это превращение России в Большую Северную Корею. Это дальнейшее затягивание гаек. И дальше вопрос с россиянами. Они хотят жить в такой стране, когда какой-то пляшивый карлик за них решил, что ему захотелось поиграться в войнушки. Только умирает не муж его дочери, а его дочери, какой-то там балерун, а умирают они. Пусть решают. Это последний вопрос задам. Извините, что он может быть немножко циничный, но есть ли представление, по чему, по каким объектам может быть этот удар нанесен? Наши эксперты оценивают высокой вероятностью удар, если украинские войска будут наступать через Перекопский перешеек на Крым. Это самая высокая вероятность. Если мы говорим про освобождение Луганской и Донецкой области, ну пусть попробуют кинуть бомбу, где густонаселенная территория, погибут мирные жители, как он их сам называет, ЛНР, ДНР. В таком случае эта территория будет традиционно загрязнённая. Так а за что тогда вообще будет идти война? За территорию загрязнённую ядерные взрывы? То есть вероятность 100% исключить нельзя, поскольку это сумасшедший, совершенно бесноватый ублюдок, но она достаточно мала. Но Запад уже предупредил по всем возможным каналам Путина о последствиях, которые будут. Кстати, сегодня уже началось обсуждение восьмого пакета санкций, который превентивный пакет санкций перед принятием решения Госдумы по одобрению референдума. У Путина, кстати, ещё есть варианты референдума не признавать. Он же привёл к обманывать людей. В 2014 году уже были фейковые референдумы в Донецке и Луганске про то, что мы хотим в Россию, но их же никто не принял. Поэтому у него ещё есть шанс на это не пойти. Но думаю, что больше вероятность, что одобрит это ваша госдура эти решения, потому что надо же как-то объяснять, за что будут люди умирать, типа за русскую зиму. Ну окей, хорошо. Нашим ребятам всё равно убивать мобилизованных, контрактных, будут убивать. Вы же транслируйте почаще в вашем колае убитых русских. Я могу вам сейчас парочку подкинуть, которые кончились сегодня под Кутанском. Пусть видят эти мобилизованные или их родные, чего и ждёт. Всё, они не вернутся. Половина, минимум, половина будет или коллеги, или убиты. Всё. Часть ещё, те, кто убегут, те спасутся, те, кто сдадутся в плен, тем повезёт. Оружие у нас. Антон Юрьевич, скажите, пожалуйста, из другой немножечко сферы, из сферы газового шантажа. Вот очевидно, что эти три нитки северного потока, один и два, были взорваны Путиным, что немножечко меня смущает. Я не видел этой логики. Вот, с одной стороны, он же мог взорвать газопроводы, которые проходят через территорию Украины, либо через территорию Беларуси, но он решил именно с северного потока начать. При этом с нафтогазом, там есть постоянная какая-то угроза о том, что мы тоже прекратим транзит, мы тоже прекратим платить эти доллары. Вы можете разъяснить, в чем заключается интрига, в чем заключается логика, потому что я, честно, не совсем понимаю. Ну, а что решили, что это обязательно Путин взорвало, затрону, северный поток? То есть вы не исключаете, что это были другие какие-то силы? Я не могу исключать. Ну, окей. Я не знаю, но я исключаю. Хорошо. Я даже думаю, что для Путина это не сильно весело, что взорваны северные потоки. Наоборот, это хорошо для Германии, что теперь немцы понимают, что больше газа они оттуда не получат. Это значит, что никаких дальнейших переговоров с Путиным быть не может. Мало того, теперь, если нужно выполнять контракт по газу, то газ придется качать, кстати, через Беларусь или Украину. Я так понимаю, что северные потоки очень нескоро будут введены в эксплуатацию, если вообще будут введены. Это ж какое-нибудь непростое дело выкачать миллионы тонн воды, которые попали в этот газопровод. А вы не исключали... То есть тогда прямой вопрос. Вы не исключали, что это сделали украинские вооруженные силы или украинские группы? У нас нет таких технологий. Окей, хорошо. Тогда вы добавили только загадочности этому, что если это не Путин, Америка, а США... Еще раз повторю, я не знаю, кто это сделал, но почему вы считаете, что обязательно Россия? Может быть, и не Россия? Потому что Россия разрабатывала диверсионные подводные лодки. Разрабатывала... У нее есть 100 килограмм тротила для того, чтобы сделать такой взрыв, который, заметят все эсмологи, сравнят с землетрясением. А только в России есть диверсионные подводные лодки? Нет, конечно нет, но до этого именно Путин. Почему-то турбины ломались у него, и американская разведка предупреждала, что такие диверсии могут случиться. Ну, как бы комплекс всего этого говорит о том... Я скажу только одно. Уничтожение северных потоков, оно снижает... Оно, скажем так, делает хуже России. Хуже России. И лучше делает Европа. Надо скорее ускорить строительство терминалов по приемке жиженного газа, других источников газа, и отказываться полностью от покупок газа. Потому что каждый день сейчас Путин получает миллиард долларов для войны в Украину от экспорта нефти и газа. Нефть должны закончить, покупать в декабре. По газу были планы отключаться через год-два-три. Думаю, что то, что произошло с северным потоком, это ускорит в значительной степени переориентирование Европы на другие источники газа. Это хорошо. А Путин пусть поддавится этим газом вместе со всей его бандой. Спасибо большое. Антон Геращенко, советник главы МВД Украины, был у нас в студии. Ну, не в студии, точнее, а с нами в эфире. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Продолжение следует...